Дикой природе эти пернаты до сих пор не изучены полностью. Это связано с тем, что они живут в труднодоступных регионах. Жако живут в стаями, им жизненно необходима компания. Одинокий попугай становится жертвой психических расстройств. В обычное время птички почтительно относятся к старшим. Только в сезон размножения они начинают со всеми драться за место для гнезда. Однажды в США было совершено ограбление. Воры не заметили в квартире попугая, который запомнил их имена. Он назвал их полицией, и дело было раскрыто. В книгу рекордов Гиннесса попал попугай Жако, который знал более 400 слов. Он мог составлять связанные предложения и говорил на нескольких языках. Жако очень часто свистят, понзительно кричат, визжат, громко щелкают клювом. Это часть их природы, и поэтому будущему хозяину птицы придется смириться с этим. Жако можно отнести к долгожителям. В домашних условиях попугай и Жако живут примерно 40 лет. Решающее значение имеет качество ухода за птицей. В Австралии существуют специальные школы, в которых попугаев, в том числе и Жако, учат говорить. Выпускникам выставляют оценки, а неуспевающих оставляют на второй год. Задавайте свои вопросы и в комментариях, и до скорой встречи на канале Хвост Ньюс. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!